День Республики И приостановить работу всех дошкольных учреждений, сообщил глава Республики Батухасиков. Дорогие земляки, в последние дни увеличилось количество обращений школьников с признаками ОРВИ. Обсудил ситуацию с главным санитарным врачом России Анной Поповой, пригласили группу специалистов в наш регион. Также вместе с коллегами из регионального распотребнадзора приняли решение перевести на дистанционное обучение все школы и приостановить работу всех детских садов в Элисте и Целинном районе. С сентября в Республике идет вакцинация от гриппа. «Обращаюсь к работодателям, проявите понимание к вашим работникам, которым не с кем оставить детей, и предоставьте им возможность работать из дома на время действия указанных выше мер», – поделился Батухасиков. Также, несмотря на контролируемую в регионе ситуацию с коронавирусом, Хасиков призвал всех жителей Калмыкии вакцинироваться. В Калмыцком государственном университете откроется медицинский факультет. Главный вуз республики получил лицензию по двум направлениям – педиатрия и лечебное дело. Глава Калмыкии поделился. «Особенно важно для нас, что мы осуществили наказ Героя Советского Союза Басана Бадминовича Городовикова. Он уделял особое внимание подготовке кадров для народного хозяйства и мечтал об открытии в университете специальности ветеринария и медицинского факультета. Теперь все это стало реальностью». Бату Хасиков поблагодарил коллег из федеральных центров, правительства республики и региональный Минздрав, коллектив Калмыцкого университета и лично ректора вуза Бадму Салаева за взаимодействие. Помимо этого, глава региона выразил особую благодарность Министерству завоохранения Российской Федерации и Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки за принятое решение об открытии факультета и отметил, что это результат огромной и слаженной работы. Хасиков напомнил, что уже в этом году КалмГУ также стал участником самой масштабной программы трансформации высшей школы «Приоритет-2030». В нее в том числе заложено открытие медицинских направлений подготовки, создание высшей медицинской школы. «Сейчас наша задача – привлечь больше кадров в медицинские организации Калмыкии. И создание медицинского факультета в опорном вузе республики – это огромный шаг вперед в нашей совместной работе в данном направлении», добавил глава республики. В Халмыкии состоялась ярмарка вакансии. Мероприятие прошло в стенах Дома предпринимателя. Организаторами встречи выступил региональный центр «Мой бизнес». В ярмарке приняли участие представители пищевых предприятий, магазинов, розничной торговли и даже стоматологических клиник. Основная цель мероприятия – помочь жителям республики найти подходящую работу с достойным заработком. Подробности в следующем видеоматериале. О ярмарке вакансии Листинга Геляна-Убушаева узнала из соцсетей. По словам девушки, длительные поиски работы ранее не увенчались успехом. И для нее открытая встреча с работодателями – хорошая возможность напрямую найти работу. Ярмарка наметила для себя две вакансии, написала свое резюме, дала данные. Буду надеяться, что все-таки устроюсь на работу и найду свое место. Ярмарка проходила в течение дня. Все желающие могли прийти в удобное для себя время, ознакомиться с работой площадок и принять участие в мастер-классах по трудоустройству. Работодатели рассказали о свободных вакансиях, карьерных возможностях и программах содействия занятости. Данное мероприятие направлено именно на то, чтобы нашим соискателям предоставить такую возможность найти интересную и достойную работу. Предприниматели открываем новые какие-то направления в период пандемии. Поэтому мы уже ищем новых каких-то креативных людей. Не важно, это студенты, возрастные люди. Потому что много дистанционно, кто-то уходит в онлайн работать. Поэтому я думаю, что нужно проводить не чаще, там раз в год. Со стороны работодателей выступили 9 предпринимателей из разных сфер. Пищевые предприятия, стоматологические клиники, магазины техники и другие компании. Также у встречи приняли участие представители профильного министерства, которые рассказали представителям бизнес-сообщества о мероприятиях и программах господдержки. А площадка на территории нашего оригинального центра «Мой бизнес» проводится впервые. И это отрадно отметить, что инициатива даже не сколько нашего центра, а мы поддержали наш центр и министерство. То, что проводят по инициативе наших потенциальных работодателей, для тех, кто сегодня прошел, это те компании, которые работают в сфере малого и среднего бизнеса, развивая свою деятельность на территории города и республики. Я думаю, что мы определимся, возможно, это будет ежегодная ярмарка вакансий, возможно, это будет два раза в год. В этот день соискатели смогли не только ознакомиться с многообразием представленных вакансий, но и, что называется, из первых уст узнать о преимуществах и подводных камнях при трудоустройстве в ту или иную компанию. Руководители сами проводили собеседование и сразу же озвучивали решения по трудоустройству. И предприниматели, и соискатели отметили необходимость проведения подобных мероприятий на постоянной основе. Нагана Кашранова, Максим Мятежный, информационная программа «День республики». Житель Ставропольского края предстанет перед судом за приобретение в целях использования заведомо поддельного официального документа, сообщает прислужба ведомства. В ходе расследования уголовного дела в отношении госинспектора отдела контроля, надзора и охраны биоресурсов и среды обитания по Калмыкии, Волгокаспийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, обвиняемого в превышении должностных полномочий, установлен факт приобретения жителям Ставропольского края заведомо поддельного документа. Следствием установлено, что 30 июля 2020 года житель Ставропольского края, находясь на территории Кибруицкого района, в целях придания законности своих действий по добыче водных биологических ресурсов в акватории Чаграйского водохранилища и последующего избежания уголовной ответственности за незаконную добычу водных биологических ресурсов, обратился к государственному инспектору, от которого получил заведомо поддельный приказ о приеме мужчины на работу в качестве рыбака к местному индивидуальному предпринимателю. Продолжая свои преступные действия, с целью избежания уголовной ответственности, 31 июля 2020 года житель Ставропольского края представил сотруднику отдела полиции, проводившему в отношении него процессуальную проверку по факту незаконной добычи биологических ресурсов поддельный приказ, содержащий заведомо ложные сведения. В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Голоса древних рукописей Золотой Орды в Калмыкии приступили к реализации нового культурного проекта. Представители творческой группы, главный редактор Хальмы Куэнен Евгений Бембиев, председатель общественного движения Росурека по республике Эрни Ачарараев и главный режиссер Калмыцкого театра Кукол Джангар Алексей Сарангов накануне встретились с журналистами и рассказали о предстоящей работе. Голоса древних рукописей Золотой Орды – это проект о берестяных письмах XIII века Айрат Монгольской на Йонше своему сыну. Рукописи были найдены в 1930 году в одном из золотоордынских поселений и переданы на хранение в Эрмитаж. Организаторы проекта озвучат эти письма на калмыцком языке и представят их на экранах. В 1930-е годы во время работ близ села Терновка, это недалеко от Энгельса города, там простыми рабочими была найдена землянка, где-то примерно XIII-XIV века, это как раз период Золотой Орды, и там были обнаружены как раз эти берестяные грамоты. Это является как раз свидетельством первого, можно сказать, одного из самых древнейших письменностей на монгольском, на астрописменном монгольском языке. Не хочется выдавать все секреты, думаю, лучше увидеть это все, чтобы интрига была. Но мы попробуем сделать несколько вариантов. Первый – для научного, для Саратова, чтобы, как они просят, классический вариант. И второй – наш, то есть, как бы, связь нынешнего времени и с прошлым. И туда мы включим все, как бы, да, и визуальный момент, и подбор актеров, костюмированность, все это будет в юртовке, битках. Мы попробуем создать эту атмосферу. Выпуски новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом вещании канала ОТР на 21-й кнопке в IPTV «Зеленой точки» и «Ростелекома» и на официальном аккаунте в Instagram reacount.ru. На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова